Что происходит с рынком недвижимости в мае 2023 года? Наверное, этот вопрос интересует каждого из тех, кто продает свою недвижимость именно в это время. Меня зовут Имран, я агент по недвижимости в Калининграде. К сожалению, ситуация не совсем утешительная, рынок продолжает снижение и причин для его остановки, либо повышения цен не наблюдается. Максимально полно и достоверно люди хотят верить в то, что сейчас приедут туристы, они исправят ситуацию, купят недвижимость и все будет отлично, рынок падет вверх. Такого не будет, к сожалению. Мне бы этого тоже хотелось, вам бы этого тоже хотелось, всем бы этого хотелось, но давайте смотреть правде в глаза. Что происходит с ценами на недвижимость? Дело в том, что продается сейчас, как и прежде, то, что максимально дешево. И, к сожалению, собственники не готовы мириться с тем, что цены на их недвижимость сопоставимо ниже, чем, например, год назад, чем полгода назад, даже чем три месяца назад. Я вам приведу большой, простой пример. Когда квартира стояла на рынке четыре месяца назад за шесть миллионов, сейчас она стоит уже ниже пяти. То есть, фактически, за вот это время больше, чем на миллион цена на квартиры снизилась. Конечно, можно говорить о том, что я буду стоять на рынке дальше, я не тороплюсь, буду продавать столько, сколько продаю, но, к сожалению, сейчас это неправильная стратегия, рынок не растущий, рынок падающий. На падающем рынке это не работает. Главный инструмент, который вам может сейчас в этом помочь, это грамотный агент, который вас приведет на верхушку рыночной цены, а дальше будете принимать решение, вы стоит продавать за эти деньги или не стоит. К сожалению, сейчас такая ситуация, что многие объекты приходится корректировать по цене, потому что прям по ним вообще просто вот полный голяк по обращениям. Спроса на эти квартиры нет. Несмотря на то, что в нашей работе, в работе с Энчери 21, применяется активный метод продаж, это не так, когда объявления выходят на рынок и мы сидим, ждем покупателей. Мы активно обзваниваем клиентов, которые продают квартиры ниже комнатности, например, если у меня в продаже двушка, я звоню людям, которые продают однушки, предлагаю им свой вариант, потому что как раз-таки многие собственники, когда продают однушки, переезжают в чуть более лучшее жилье, например, в двушки, в трешки. Это один из способов продаж, который мы используем в нашей компании, называется активные продажи. При всем маркетинге, который используется для продажи объектов, есть еще один главный определяющий фактор, это, конечно же, цена. Как показывает сейчас рынок, практика общения с клиентами и сделки, которые идут, цены на недвижимость, они продолжают снижаться, они снижаются еще больше. Люди пытаются торговаться. Например, если взять во внимание такой формат продажи, когда квартиру продает много людей, много агентств, знакомые, друзья, кто угодно, все выставляют объявления, и есть у собственника такое ошибочное мнение, что это приводит к лучшей продаже, к быстрой продаже, к выгодной продаже. К сожалению, это очень большое заблуждение, как бы в это не хотелось верить. И когда собственникам это объясняешь на конкретном примере, и мы же знаем эти примеры, мы их ежедневно видим, и мы видим, сколько люди теряют денег на этом. Мы же не просто так говорим, я имею в виду мы, как агента по недвижимости, как эксперты этого рынка и профессионалы, которые на этом рынке работают. Мы видим так, как люди продают, и видим те цены сделок, по которым объекты продаются. И мы понимаем прекрасно, что эта цена могла быть выше 1300 на 500, но, к сожалению, у собственников жилья есть другое видение. И, кстати, еще один миф развею сегодня, буквально у меня был разговор на эту тему, что покупатели чаще ищут непосредственно собственников для продажи, для покупки недвижимости, потому что там можно купить дешевле. Знаете, здесь подходить можно с двух сторон. Это и справедливо, и не совсем. Если вы подходите с точки зрения покупателя, то, конечно, к неподготовленному собственнику, который продает недвижимость, да даже к подготовленному, вы на нынешнем рынке можете подойти и торговать достаточно большую скидку, дисконт на объект недвижимости. Если подходить с точки зрения продавца, то для вас это прям вот то, что не надо. То есть для вас торг не нужен, для вас нужна максимальная стоимость на нынешнем рынке. В этом вам поможет только агент по недвижимости, потому что только он знает, какова действительно цена сделок и какова ситуация на рынке. Как бы вы не смотрели объявления на Авито, на ЦАН, на Яндекс.Недвижимость, это не даст вам объективной картины, потому что у вас нет в штате за плечами более 100 сотрудников, которые ежедневно делают сделки, и вы знаете цены этих сделок, знаете объекты, которые там продавались. Соответственно, вы понимаете, как агент спрос на какие объекты сейчас более высок. Поэтому, если вы планируете продать недвижимость, либо кто-то из ваших знакомых планирует продать недвижимость, не тупите, вот я вам прямым текстом скажу, без обид, прямо в глаза, не тупите, лучше обратитесь к профессионалу, обратитесь ко мне, и тогда вы сможете продать свою недвижимость по лучшей цене. Потому что, еще раз обращу ваше внимание, продажа через несколько агентств ведет к демпингу цены, к торгу и к реакции покупателя на этот процесс. Потому что, когда я захожу как покупатель, смотрю на квартиру, которая стоит в 10 разных агентствах по разным ценам, я понимаю, что на эту квартиру есть достаточно большая скидка, потому что у собственника она стоит за 5 миллионов, у одного агентства за 5 сто, у другого 5 200, у третьего 5 300, у четвертого 5 400, ну и еще самое жадное там 6 миллионов поставят в надежде, что какой-нибудь залетный гражданин из другого государства прилетит и купит эту квартиру. Так это не работает. Эксклюзивная продажа – это то, что в цене. И я уже ранее начал говорить о том, каким образом покупатели выбирают квартиры, и есть ошибочное мнение о том, что покупатели всегда ищут с собственником. Знаете, если бы так было, то всегда и большинство сделок было бы именно через собственников. Но на практике 90% продаж объектов проходит только через агентов по недвижимости, через агентство. Притом я скажу даже то, что покупатели, когда видят, что продает только собственник, в большинстве случаев просят именно привлечь агентство, причем не абы какое, а агентство, которое имеет определенную репутацию, хорошую репутацию для того, чтобы провести сделку с недвижимостью. Почему так происходит? Потому что люди боятся, люди могут не доверять. Очень много фейковых объектов, очень много проблемных объектов, очень много проблем у самих продавцов. Это может быть человек, который подался на банкротство и обанкротился, соответственно, сделка может быть оспорена, и квартира может быть отдана должникам, тому, кому должны, соответственно, кредиторам. Поэтому в этом плане полагаться на то, что покупатель ищет непосредственно собственника, это ошибочное заблуждение. Равно как и мнение о том, что продавать должно сразу 10 агентств, а не какое-то одно. Если собственник боится потерять время на том, чтобы отдать объект по недвижимости кому-то на продажу, в плане агентства, то здесь тоже нужно выбирать одну из двух зол. Либо вы продаете сами, теряете время и деньги, либо вы находите профессионала, который вам сразу говорит рекомендованную цену. Да, вы заплатите комиссию, даже, может быть, где-то больше, где-то меньше, но вы все равно останетесь в плюсе, заработаете больше, нежели вы потеряете время, потеряете 6-10% на стоимости, пока за 2 месяца ваша квартира не продастся. Сейчас цены меняются очень стремительно, практически каждую неделю. И цена меняется достаточно сильно, поэтому не упустите возможность продать выгодно, обращайтесь ко мне, к эксперту Century 21 Expert, эксперту на рынке недвижимости.